здравствуйте друзья товарищи приехали мы сегодня с отцом снова на водохранилище на то где ему уже ловили подлещика с вами такая сегодня красота народу сегодня будет скорее всего как на демонстрации потому что выходной день сегодня 8 число 8 января всех с прошедшим рождеством христовым будем сейчас рассверливаться и начинать рыбачить ну все ребят луночки я пробурил сейчас будем их закармливать появилась у меня кстати вот такая новая шабала большая из титана по 150 диаметр лунки заказал длинную чтобы не наклоняться очень удобно очень практично особенно если толщина льда большая длинная шабала это прямо самое то ссылочку я вам на нее оставлю если кого-то заинтересует титановые шабалки ручной работы проходите смотрите луки я буду закормить прикормкой и мурмушем вот такой вот закормим все это дело и начнем нашу сегодняшнюю рыбалку с недавнего времени стал размешивать прикормку прямо в мешке вот так напиталась воды рассыпчатая хорошая прикормочка вот так вот так вот так кормушка падает на дно затем я поднимаю ее на несколько метров примерно метра на полтора и центрую чтобы она отцентровалась строго под лунку и открываю луночки я закормил сейчас я подошел к отцу немного подпечаю и посмотреть как он рыбачит в общем на мормуша поучиться набраться опыта сначала на крючок мормушки был насажен живой мормуш и не было ни поклевки сейчас вот насадили 3 до 3 мотыля или как мне человек писал в комментариях после слова мотыль я выключил и перестал смотреть типом правильно говорить модель не знаю не знать малинка правильно горить малинка да ребят не знаю правильно это неправильно пишите в комментариях у нас говорят малинка у нас горят малинка да а у вас смотрит продолжая в общем ребят тестировать продукцию талисмана рыбака в этот раз на рыбалочку взял настроил такой откил укакилок стилет кивок из лавсана как утверждает производитель кивок дает специфическую игру, которая хорошо соблазняет пассивную рыбу ну в принципе сегодня рыба у нас так пассивная, так что будем проверять мормышка здесь стоит такая вот это мормышка веснянка цвет кирпич с латунным шариком делает эти мормышки Александр Зайцев в общем мормышки ручной работы наивысшего качества и удильник здесь идет мой самодельный вот такой вот удильник ну все луночки на 150 под крупную рыбу готовы пора в бой была в общем первая поклевочка на размеренную игру сейчас чуть-чуть придавила не знаю что за рыбка с подсечкой опоздал так что мимо, пока что какая-то мелочка у меня окунь это окунь 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 атаку окунь что много поймал не? два окуня не подлещика А я вот пока что поймал всего два окуня сейчас возьму камеру пойду по лункам посмотрю плавает рыба вообще или нет сейчас посмотрим видимость очень плохая сейчас какая-то муть что ли тут коряга вот большая ну плавает вот один окунек мелкий подлещика тут я не вижу так вот на этой лунке есть подлещик проплыл сейчас вот рядышком один вот еще один но видимость очень плохая конечно вот но рыба есть рыба есть это радует вот еще на одной луночке есть подлещик здесь ровненькое дно вот он тут крутится и не один и несколько штук они красавчики выплывают как ежики из тумана смотрите боками аж трутся вот и яд корм ну вот на этой лунке стоит прям вообще хорошая вещь красавчик стоит собирается дна жрет камеру не боится вообще слоник прикольно ну чё как у тебя успехи ох у меня успехи вот моя рыба видишь малинка рыбка понятно ты же сказал что поймал там штуку 8-10 в общем воодушевшись увиденной картиной я решил взять такую вот удочку это сорога light удочка называется на ней у меня установлен карбоновый киок талисмана рыбака леска идет 0 1 вот такая видимо сейчас будем пробовать на нее посмотрим проклятую ли рыбка и 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 я и Свердочка на активную игру, вон что, жестко как засосал. Все хрен выковыришь, сейчас эту ведьму у него спасть. Вон че. А как? Пойдет. Пойдет. Убежал. Сорроза. Убежал. 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 Красота Поехали Видимо сегодня просто выкашивает Субтитры сделал DimaTorzok Дальше скачет кругом мужики уже некоторые собираются Домой Что никто не вывел Попер клев Субтитры сделал DimaTorzok 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 Другий Куршок мелкий клюнул Уж испугался Ну чё ты наворочил? А? Ворочаешь? Ага, ворочаю Могнуть куда-сюда В смысле? Нету ничего Пайма хочет Папа, он ловит лещей. Я сейчас усел на одну лунку, опять штук поймал. А я с этим, с шариком прошел, только два окуня. Потом камеру взял, пошел с камерой. Лещ-то есть под лунками, почти со всеми, и хорошие даже плавают. Все, я вот этого поставил к ведьму. На очередной укроп решил взять лучку с самодельным мухомормушем. Такой вот мухомормуш, также самодельный кивок. Леска здесь идет 0,135 по-моему. Так что, вытянем даже слона. Лишь бы этот слон клюнул. Лучше. Ну вот, да, лучше. 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 хорош друг муха мормуша попадает пореже но четко красавчик подгоняющая куда Блин, страхи-то какие. Опа, ой, рожь, ой, пойдет, ой, красавчик, с бултыхом. Класс, просто класс. Огонь. Обратите внимание, идет рыбак-ночник. Тяжелая поклажа, 50 метров пройдет, станет постоит. Я сам так ходил, знаю, что это такое. На самом деле решается эта проблема очень легко. Берется несколько таких волокушек маленьких, и груз распределяется по всем паровозам. И идешь спокойно, не напрягаясь. Но многие этого не знают. Вот человек едет, я так понимаю, это динго. Достаточно быстро едет, вообще лихо. Да. А вот, кстати, рыбак. Тот, который ночник сидит, отдыхает. Как я его понимаю. У меня в свое время была здоровенная поклажа, с которой я пошел на зимнюю рыбалку. И, к сожалению, не поймал ни одного леща. Был один подъем, и тот был в 6 утра на следующий день. Ах, ты! Мощь! Ой, пойдет, пойдет. Ой, все гонят, просто выкашивают. О, чуметь. Такие вот красавчики. Все, словно лунки на мормыш. На мормыш. На 0,65 мормыш вообще, в принципе, подлещик клюет крупнее. То есть, большому куску, как говорится, рот радуется. Давно уже заметил, что подлещик, наверное, эту мормышку клюет добрый. Вот. И тут недавно мы прислали фотографию. Я вообще, если честно, обалдел. Вот. От размера плотвы, которую человек ловит моего мухомормыша. Я сейчас вставлю, вы посмотрите. Вот. Это вообще прям что-то с чем-то. вот так вот происходит классическая уральская ловля подлещика на боковой кивок. Вот. Нормальная поклевка была, да? Мелочь какая-то. Мелочь. Не охота вытаскивать. Длинная удочка. Боковой кивок, который держится крокодильчиком. Вот. И размеренная игра. Пучок мотыля. на большой мормышке. Попал? Вот. Собственно говоря, результат. Ну, рыбка, конечно, не ахти какого размера, но тут просто такой водоем, то, что мелкого подлещика его много. Точно так же, как много крупного. Но мелочь расплодилась очень много. Ее надо прорежать. Вот. Это мне там писали в комментариях о том, что вы что, хапуги, берете маленького подлещика. Ну, люди просто за экранами своих мониторов не имеют представления о том, какие водоемы есть. Вот в данном водоеме, допустим, мелкого подлещика развелось в последний сезон очень большое количество. Если его не прорежать, то общее поголовье леща в этом водоеме измельчает. Вот. И поэтому здесь сегодня большое количество рыболов и все практически все ловят. Вот это классическое уральское расположение кивка зимой, то есть боковое, тогда, когда малейшее прикосновение рыбы вы видите. Вот. А те удочки безмотыльные, на которые я ловлю, там кивок прямой. Там немного сложнее смотреть. Но тут, как говорится, кому как больше нравится. Кто как привык. кто как привык. Вот. Обратите внимание, сейчас у меня отец так потряс, потом кивок перевернул, сейчас трясет немножко по-другому. Соответственно, у металла все равно есть определенный процент памяти, а так как удочка сейчас была перевернута, поэтому кивок играет чуть-чуть по-другому. Это может опять-таки спровоцировать рыбу на поклевку. Такие маленькие военные хитрости, которые приходят с опытом. Вот тут сидит мой дядя Виктор Петрович. Трясет на безмотелку. Надо будет сейчас еще и до него дойти. Пришел я сейчас к своему дяде Виктору Петровичу. Интересная у него уточка с интересным кстати говоря сам да все делаешь? Я все сам делаю. Удочки и кивочки у меня дядя делает сам. Ну и когда есть возможность тогда он продает немножко. Поэтому я вам номер оставлю ватсапе вы если что интересуетесь спрашиваете. Это у тебя карбоновый сторожок да? Да. А какая мормышка? Черт. Черт. Ну вот видите обратите внимание как играет кивочек сопливо сопливо так прям на леща. Самое то. клевого нету. У тебя наверное просто тут лунки не клевые. Может не попал в рыбу просто. Наверное. Вот обратите внимание у моего дяди удильник достаточно длинный плюс достаточно длинный кивок и он сидит на стульчике облокотился спиной спина отдыхает да? Хорошо тебе? Конечно шикарно вот хорошо а я сижу на стульчике сгорбившись и утыкаюсь в лунку но я так привык вот пока что менять что-то я не хочу разрешите я попробую пока от улечка легонькая звонкая да это кстати могут быть коряги у тебя здесь потому что я под лунками пробежался с камерой у меня в половине лунок жесткие коряги вот что не знаю коряги скорее всего окуни окуни коряги как трясти ну мне непривычно потому что слишком легко у меня потяжелее улечки ну 20 грамм пока я ходил клюнула рыбка хорошая да нормально посопротивлялся красавчик на следующий круг я решил как и планировал попробовать половительную самодельного черта вот и понять так ты именно хорошо клевала рыба на ведьму или она будет тоже хорошо клевать на черта чертик самодельный такой вот 0,7 грамма белая бусина ядовито-желтый стопорный кембрик кивок 0,8 грамма металлический моего собственного изготовления резка 0,128 промакс удочка ковалевка с кнопкой давайте начинайте кстати заодно взял с собой и удочку с ведьмой вот если клевать не будет то переключусь на нее хорош 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 гусь клюнул до самодельного черта четко огонь вообще прям прям огонь классная лещовая поклевочка отличное сопротивление вообще прям огонь очень нравится мне такая рыбалка все-таки соблазнился стой красавчик как будто боку нет заплаточка хорошо хорошо нет не �빈 нет Поехали. Хороший. Это по идее хороший. Тринетный килограмм. Давай, дорогой, давай, давай. Красавчик. Вот он. Мощь. Сила. Сначала за губок он у Луки перецепился и совсем за самый краешек зацепился. Короче, если бы я его сильно тянул, то он бы убежал. А так вот, поймали. Такой хороший. Это уже прям зачетная рыба такая. Класс. Огонь. Экшн. Экшн. Тихо. 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 За хвост. Тихо. 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 За хвост поймал. Тихо. 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 А ты его по чешуя не загонишь, во! Старбовку взял сейчас. Думаю, как-то он медленно поднимается. Подожди, подожди. Чего он что-то идет там? Так он потому что широкий. Он цепляется плавником. Забашку как-то. За хвост не поймаешь. За хвост не поймаешь ты его. У меня в ящике еще один бобурый. Он сейчас за жопу тянет и все тихонько. Он идет. Ты попробуй немножко его попрошу. Чтобы сюда он зашел хвост. Видишь, хвостом упирается. Тихо-тихо-тихо. Храп какой-то. Да. Ну, блять, у меня часы. Я его уже поймал, да он десять раз. За храпу не часы. Ты там можешь за это чуть-чуть подожди. Не, он большой. Слышишь? Большой? Он большой, пап. Он реально здоровый. Не трогай за леску. Я здесь держу. Ну, ты вот держи и все. Подожди, подожди. Не намотай только леску. Я не намотаю. Лучше за багром вот сходи. В ящике у меня лежит. Слышишь? Сейчас достанем его. Что? Он беговоцкий что ли? Ну, не маленький. Я тебе говорю, сходи за багром. Это все толку тоже, багром. Его никак не возьмешь. Двумя баграми возьмешь. Двумя как его возьмешь? Проткнем и возьмем. Видишь, он упирается. Ну и что делать-то? Подожди. Я так думаю, он вообще захлестнулся у тебя за хвост. Нет. Это собака. Ну вот сейчас верхот. Угу. Видите. Несколько злазит? Злазит? Затяжки его сейчас. Считай. Тихо, тихо. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Не можете ловить никогда без меня, да. Можете ловить без меня. Такие странные. Видели? А что тут ничего? Непонятно видишь? Это больше килограмма, даже больше килограмма, захвастяну. Намочил только руки из-за тебя. Смотри, чтоб сюда не убежал, а то сейчас фиаско, братан. Ты даже не вытаскиваешь. Ты доволен? Ну это хоть бонус под конец. Бонус, да. Вот, трофейный Лешич. Это больше, это больше килограмма. Это, наверное, килограмма 200, где-то так. Нет, килограмма. Нет, побольше, побольше. Худой, худой. Худой. Килот 200, 100%. У меня безмен есть, взвешиваешь. Вот такие вот, ребят, приключения у нас. Совместные общие происходят здесь. Лещи плавают. Хватают наши мормышки хвостами. Красота. Ветер куда-то прекратился, по прогнозу. Говорили, 10 метров в секунду будет. Сейчас штиль. Хорошо, тепло. Дышится хорошо. На завтра похолодание обещают. Ну, ничего. Сегодня еще повоюем. На очередной круг взял две улочки. Одну с веснянкой Саши Зайцева и вот этим вот кивком. Стилет рессорный, который из ловсяна. И одну с чертом и с металлическим кивком. Вот сейчас на тех лунках, где будут поклевки или поимки рыбы. Буду проверять двумя удочками. Здесь неночка Саши Зайцева сработала. Мелкая. Ой, страхи какие. Рыба нормальная. Пойдет. Не хочет доходить. Заходить не хочет. Смотри-ка че. Что творит он? Что творит прям в лунке? Красавчик какой. Четко. Ну давай, мелочь, уплывай. Сейчас побарахтается там еще. Как он уплывет. Итак, друзья, товарищи. Давайте немножко вам расскажу про те снасти, которые я сегодня использовал. Удильник. Самодельный мой удильник. Лесочка здесь идет. Если я не ошибаюсь, 0.1. Я ее не перематывал здесь. Дальше кивок стилет от талисмана рыбака. И мормышка веснянка от Александра Зайцева. Дальше вот такая вот удочка сорога лайт. Леска также 0.1. Его карбоновый спрут с тестом 0.5-0.8. Лесочка 0.1. И вот такая вот ведьма. Это чертик с четырьмя крючками. Дальше удочка ковалевка с фрикционом. Леска 0.135. Кивок с тестом 1 грамм. Из нержавейки мой самодельный. И мормыш 0.65 грамм. И удочка с чертом. Это тоже ковалевка с кнопкой. Леска 0.128. Металлический кивок также из нержавейки с тестом 0.8 грамм. И мой чертик в весе 0.7 грамма. И все это вот принесло нам вот такой вот улов. Так, весы на ноль. Ну, это рыба больше килограмма. Бросай. Это рыба больше килограмма. Да хуй. Один килограмм 95 грамм. Кило стоит. Отец правильно сказал. Кило стоит. Ну, я сказал кило двести. Ну, да. Он тонковатый. Но он... Но он хороший. Он хороший. Я был бы рад такого сегодня поймать. Но... Не поймал-то. Да. А дальше, ребята, у меня начались проблемы со звуком. На камере пошли какие-то помехи. И поэтому сейчас мне приходится записывать концовку в озвучке. В общем, рыбы поймали мы практически одинаковое количество. Я поймал 15 подлещиков. Отец мой поймал 14 подлещиков. Под конец ему влетела достаточно хорошая рыбка. Такая же какая и у меня. Такая где-то в районе 800, может быть 900 граммов. Он всю рыбалку прорыбачил на мотыля. То есть на пучок малинок и мормышку в альфрамовую каплю. Вот у меня работали различные мормышки, но об этом я уже сказал выше. В целом можно сказать, что рыбалка для начала января просто очень даже удачная. Можно сказать, что в этот раз глухозимие отменяется. Первый проход по лункам не принес особо ощутимого результата. Однако потом рыбка потихонечку подтянулась к кормленным лункам и начала активно клевать. Да, конечно, в этот раз опять я пролетел мимо трофея. Но еще не вечер, я думаю, что мы еще вернемся на этот водоем и возьмем свое. В общем, ребята, у меня на этом все. Берегите себя. Всем нехвастанье чешуи, крепкого здоровья. И увидимся с вами в следующих видосах. Субтитры создавал DimaTorzok